Нам недавно рассказали про правила движения, чтобы в школу выходили без сопровождения. Без сопровождения отпускать первоклассника до школы и обратно рискнет не каждый родитель. Помимо прочих страхов, самый весомый страх перед автодорогой. И, конечно, в школе с первых учебных дней напоминают, рассказывают всеми возможными способами. На этой неделе только в Видновской 7-й торжественно посвятились пешеходы 160 человек. Я слышала, как они делятся, действительно. А вот у нас сегодня прошел урок на транспортной площадке. А вот я сегодня пойду по пешеходному переходу, посмотрю налево, посмотрю направо. Золотые правила твердят, ходят рейдами по классам, ставят спектакли те, кто опытнее передают знания новичкам. Это так называемые юидовцы, юные инспекторы. Каждый год предлагают новые методы получения информации. Нынче, например, на входе в школу установили большой экран. На экране обычно мы выводим ролики, особенно когда дети только приходят в школу, на первом уроке. Ролики по безопасности. По безопасности не только правил дорожного движения, но и по безопасности и пожарной, и антитеррористической. В видеонаправлении планируют усовершенствовать. Возможно, на экране скоро появятся ученики конкретно этой школы. Конечно, это тоже вызовет интерес. И не без натяжки, а вполне смело можно говорить, что все профилактические мероприятия дают результаты. Даже несмотря на то, что статистика сегодня не самая хорошая. Семь ДТП с участием детей в этом году по сравнению с четырьмя прошлогодними. С двух крайних происшествиях дети четырех лет. Пострадали детишки четырех лет. Один ребеночек был в качестве пешехода. Мама гуляла на транспортной площадке с детьми. И ребеночек был безнадзорный. То есть он побежал на дорогу, выбежал. А второй ребеночек бегал по салону автобуса. Безусловно, когда страдают такие маленькие участники движения, вина родителей. А вот младшие школьники, в сравнении с другими, дисциплинированы. Правила знают. Не бежать на пешеходном переходе. Переходить на дорогу нужно на зеленый цвет. Когда горит красный цвет, надо стоять. Когда горит красный, надо стоять. Не перестают повторять эту истину инспекторы, учителя, родители. И это самый верный путь в безопасное существование ребенка на дороге. Татьяна Кременецкая, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова